Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Недавно на канале мы разбирали линкор Франции Республика, и я говорил, что теперь одна из причин его выкачать в том, чтобы получить свободный доступ к суперлинкору по три, за который летом некоторые, между прочим, выкладывали больше 250 миллионов серебра. Вы можете спросить, а зачем нужен по три? Ну, например, потому, что играя на суперкорабле, вы по крайней мере в течение этого патча гарантированно не встретите в игре подводные лодки, так как они пока только до восьмого уровня, то есть максимум играют с десятками. Конечно же, есть и другие причины. Подробный разбор ТТХ этого суперлинкора я уже делал ранее, а сейчас покажу вам наглядную табличку, после которой все вопросы про зачем отпадут. Конечно же, подшелест ваших лайков за труды по ее составлению. Вот мы видим, что по сравнению с двумя другими имеющимися на данный момент суперлинкорами Сатсума и Ганновер, у по три самый высокий ДПМ и вес залпа. Так разница с Сатсумой по ДПМ 36 и 31% на фугасах и бронебойках. С Ганновер аж на 60% на фугасах и 17% на бронебойках. А по весу залпа на фугасах с Ганновером разница и вовсе 72%. И при такой разнице в мощности главного калибра с другими суперами, орудия по три отнюдь не дробовики. Сигма 1,8, но что важно, баллистика по три ощутимо лучше, чем у Сатсумы или Ганновер. Так начальная скорость полета снаряда француза 840 метров в секунду, у конкурентов же 765 и 810. И за счет более настильной баллистики упреждения на по три брать проще и попадать в среднем также проще. Да, Сатсума, конечно, будет поточнее, особенно под действием своего расходника. Но эту точность сложнее реализовать, потому что нужны хорошие навыки стрельбы, плюс разница в ДПМе 30%, это не шутка. Ну и скорость корабля для реализации его огневой мощи играет не последнюю роль. Я сейчас не буду утверждать, что по три набивают урон лучше Сатсумы, для этого надо сыграть много боев на обоих линкорах в новых условиях. Плюс будет сильная зависимость от игрока, потому что корабли сильно разные, разный калибр и пробитие. Но по ДПМу и весу залпа по три явно лучше. А по моим субъективным ощущениям урон он набивает довольно бодро. Не знаю уж, лучше или нет, чем Сатсума, которая тоже нафигачивает урон будь здоров, но за коротенькую игровую сессию из четырех боев на стриме два у меня вышло с уроном в районе 200 тысяч, причем как-то без особенного напряга. Так что урон по три набивает реально очень хорошо. Лучше или хуже Сатсумы, пока этот вопрос оставим открытым. Кстати, пишите свое мнение в комментариях. Вражеский эсминец потоплен. По сравнению с десяткой республика, это конечно качественный скачок. Боеспособности на 16500 больше, 108900 против 92400, что солидно. При этом очень интересно, что маскировка по три на 100 метров лучше республики. 14,0 против 14,1. И это еще один жирный плюс перед Ганновером и Сатсумой, которые имеют маскировку хуже своих десяток. У Ганновер вообще аж 15 километров, у Сатсумы 14,5 в полной прокачке. Бронирование у по три фактически одинаковое с республикой, но Цитадель более узкая, поэтому выбить ее через нос ямато подобным калибром сложнее. Но в общем надо понимать, что бронирование здесь классическое французское, то есть хлипковатое. ПМК у по три достаточно интересное. За счет более высокой скорости перезарядки оно ощутимо мощнее, чем у республики. Я этот момент разбирал в отдельном видео и даже показывал тесты в тренировочной комнате. Сейчас повторяться не буду. Скажу лишь, что все-таки, по моим ощущениям после серии боев, по три не для ПМК сборок. Побаловаться при желании, конечно, можно, но наилучшую эффективность корабль имеет на средних и дальних дистанциях в заточке в главный калибр, а не ослаблении главного калибра заточкой в ПМК. Время перекладки рулей и радиус циркуляции у по три несколько похуже, чем у республики. В этом случае разбирает значение. Но зато скорость выше. Без форсажа 32,6 против 31,5. И еще форсаж дает прибавку 15%, а не 8, как у республики. Поэтому сперком расторопный по три разгоняется чуть выше 40 узлов. Это очень быстро и приятно для такого гиганта и это самый быстрый суперлинкор в игре на данный момент. Высокоскоростные качества корабля позволяют ему отыгрывать различные интересные тактики. Заходы с флангов, быстрые сокращения и разрывы дистанции и так далее. И в этом плане это пока единственный суперлинкор, который на подобное способен. Поэтому всем любителям быстрых линкоров типа Бургуни сразу повод задуматься. В итоге сейчас среди суперлинкоров получается такой расклад. Хотим ближний бой, берем Ганновер. Хотим более спокойный позиционный бой на почти что снайперском линкоре, берем Сацуму. А если хотим более динамичный бой с быстрой сменой дистанций от ближних средних до дальних средних и дальних, а также более высокий ДПМ, но менее пробивные снаряды, требующие периодического, хоть и не частого, ибо калибр все-таки крупный, переключения на фугасы, тогда берем по три. А еще у корабля неплохое ПВО, ощутимо мощнее, чем у Республики. Из-за того, что у линкора самый высокий ДПМ на уровне, при отличной баллистике и неплохой точности, а еще и скорость, и все это уже очень жирно, альтернативную фишку этому суперкораблю не выдали. Это у нас пока второй такой супер вместе с Клаузевицем. В целом мне корабль понравился. Добротный мощный линкор без каких-либо извращений. Играется довольно просто, потому что есть и дальность стрельбы и ДПМ. Только слишком сближаться на нем сразу не надо, и тогда можно жить долго и счастливо. Сборка моя фирменная, примерно как на Республике, про которую я рассказывал в ее обзоре. Рекомендовать ее всем подряд я не буду, но мне она нравится. Идеально подходит для аккуратной игры со средних и дальних дистанций. Много урона, много скорости, улучшенное обнаружение торпед, смена типа снаряда, что очень актуально на этом корабле. Но зато мы несколько жертвуем живучестью, которой нам все равно хватит при аккуратной игре. Конечно, при желании этот корабль можно собрать и в ПМК, и это будет работать и дамажить, но это уже баловство. Также можно собрать в классику, в главный калибр и живучесть. Но это будет не так драйвово и интересно, потому что будет меньше скорости, меньше урона с бронебойных снарядов. Тут уже как вам больше нравится. В общем, если у вас нет предубеждения к супер кораблям, что они ломают нашу игру, рекомендую. Заодно, как я говорил выше, от подлодок пока можно спрятаться на супер кораблях. Надеюсь, видео было вам полезным, и вы поддержите канал, чтобы видео и дальше продолжали выходить. Как минимум лайком или более серьезными способами. Донатки, спонсорство на Бусти, можно еще прийти на мои ежедневные стримы и катнуть отрядом или заказать кораблик. Все это для того, чтобы канал не загнулся, как уже происходит с рядом других игровых каналов. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай. Торпеды по левому борту. Торпеды прямо по курсу. Неполадки устроены. Линборь против негоподобных. Линборь против негоподобных. Продолжение следует...